Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. И сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» расскажу вам о красных точках на коже. О гемангиомах и ангиомах. Меня уже много лет спрашивают об этой теме, тысячи писем пришло на эту тему. Много лет назад об этом я тоже говорил, но в других своих лекциях, в общем. А сегодня конкретно делаю видео на эту важную тему. Эти маленькие алые красные пузырьки, начиная от макового зернышка до зернышка проса 2-3 мм в размере, и есть разновидность ангиом, а именно капиллярные гемангиомы. Итак, сегодня вы узнаете, что такое гемангиомы и ангиомы в целом, какие они бывают, насколько это серьезно, опасно или безопасно, от чего они появляются, каковы факторы риска, каковы причины их образования, стоит ли обращаться к врачу-дарматологу, какие бывают виды обследований и как их лечить. В конце видео я расскажу о типах ангиом, это не всем будет интересно, и потому кому будет, дослушает до конца. И если идет активный рост, быстрое развитие ангиом, образование новых ангиом, что делать? Итак, по порядку. Гемангиомы, как и любые ангиомы, это локализированная точечная патология отдельных участков кожи тела. Она проявляется опухолевидными разрастаниями, деформированных капилляров или венул. В дерме или в подкожной клетчатке. То есть это доброкачественное образование из капилляров. Это сосудистая доброкачественная опухоль. Они образуются не только на поверхности кожи, но и могут быть внутри организма. Особенно если снаружи, то есть на коже они присутствуют, значит велики риски, что они могут быть и в других органах и тканях нашего организма, уже внутри организма. Часто бывают в тканях печени. Если такие изменения, красные точки, например, возникли на коже, то следует обратиться к врачу. Если они у вас уже есть много лет и не меняются, их количество не увеличивается, опасения большого нет. Но все же разобраться, что это такое и что с этим делать нужно. На животе у взрослого человека такие патологии говорят о проблемах с внутренними органами, как правило с печенью и почками. Или с поджелудочной железой. Если у маленького грудного ребенка такие на образовании возникли, то это говорит о проблемах с организмом матери, особенно в первом триместре беременности. Вообще ангиомы, они могут быть плоскими и кавернозными. Ну то есть в виде сгустков и прочими. Вообще-то, дорогие друзья, на коже, конечно, ничего не должно быть. Ни кандилом, ни попелом, ни родинок, ни бородавок. Это все ненормально. Но в наши дни столько факторов действует на человека, внешних, экологических, химии в быту, прочих факторов, что кожа ведь это отражение состояния внутренних органов. И эта проблема, та или иная, есть у всех практически. Ангиомы могут происходить не только из капиллярных сосудов, из их перерождения, но и из лимфатических сосудов. Ангиома кожи является самой частой патологией кожи. Она наблюдается у 5% новорожденных, у взрослых людей, относительно здоровых, примерно у 10%, и процентов до 30-40% у пожилых людей. Бывают гемангиомы не кругленькие точки, а такие ветвистые образования от этой точки в виде паутинок, в виде сосудистых таких звездочек. Это ветвистые ангиомы внутри папула, а по периметру расходятся как паутина лучики. Существует несколько причин образования гемангиом и ангиом в целом. Если перебрать, понять, учесть все факторы, то мы сможем определить, каковы причины, устранив их, устраняемые последствия, по крайней мере, образования новых. В первую очередь, это дисбаланс гормонов, особенно эстрадиолы. У женщин это часто бывает при применении контрацептивов. Не стоит эта гадость по многим причинам применять. Иногда они возникают после беременности на фоне общего ослабления организма и потери или дефицита некоторых витаминов. Часто при алкогольных проблемах. Очень важная глобальная вторая причина. Это целая группа факторов. Это проблемы с печенью различные, начиная от разрастания фиброзной ткани до циррозов. Это часто бывает при гепатитах. Многие вирусы могут быть тому причинами и способствующими факторами. Такие, как цитомегаловирус, на который надо сдать обязательно анализ. Как раз он поражает печень. Но венозные и кавернозные ангиомы часто бывают еще по одной причине. Из-за дефицита коллагеновых волокон. Волокна коллагена находятся вокруг кровеносных капилляров кожи. Но при недостаточном их количестве стенки сосудов как бы теряют необходимую им опору. Потом расширяются и теряют тонус. Такое тоже часто бывает. В этом случае я всегда советую употреблять кератин. Еще кратко перечисляю важные факторы, которые к этому могут привести. Конечно же, это курение. Это алкоголь. Прием недостаточного количества воды. Мало многие люди пьют. Это дефицит витаминов группы B и особенно витамина К. Об этом мое видео непременно посмотрите. А также витамина С. Дефицит. Конечно же, хронические заболевания печени и почек. Бывают, что на коже проявляются таким образом и онкологические заболевания. Ну и в целом кахексия. То есть, общее крайнее истощение организма питательными веществами. Другие подкожные ангиомы бывают, возникают такие вот как сеточки капиллярные, микроскопические. Их много-много-много. Из-за бритья и депиляции. То есть, происходят такие повреждения, микротравмы стенок капилляров. С последующим подкожным кровотечением. И оттого образуются микроскопические точечки, излишнее солнце и тем более солярий. Это недопустимо для людей с такими проблемами. Если есть диабет, то это очень важный фактор появления различных ангиом и особенно мокнущих кровоточащих. Что же делать? Ну, во-первых, обследоваться всё-таки. Это всегда не лишним будет. Стоит пойти к профессионалу-дерматологу. Какие виды обследования существуют? От самого простого до самого сложного. Первое. Это визуальный осмотр и пальпация. Для большинства случаев простых форм ангиом этого достаточно. И специалист сразу всё определит и скажет, что же можно сделать. Как можно их убрать? Второй вид обследования – это ультразвуковое обследование. Это необходимо проводить при комбинированных и кавернозных ангиомах. Для того, чтобы определить внутреннее расположение, состав и объёмы образования. И его связь с прилегающими тканями. Третье – это дерматоскопия. Обязательно нужно сделать. Я сам хотел приобрести дерматоскоп, хороший, дорогой немецкий. И, собственно, камеру к нему, чтобы фиксировать. Обмениваться со специалистами снимками, обсуждать. Но вот, к сожалению, в связи с коронавирусами, закрытиями границ, дорогие хорошие переходники на фотоаппараты не возят. Поэтому не взял ещё пока. Но, кстати, я в следующем видео по кожным проблемам, когда я буду про кератомы рассказывать, расскажу и покажу фотографию на локте моей жены до и после, что называется. Мы смогли справиться с серьёзной кератомой, даже волновались, быстро стало расти, благодаря определённым своим же методам, о которых я часто говорю в своих других лекциях. Я расскажу про это и покажу вам до и после, где на фото видна область поражения и буквально за недели три, за месяц, как мы справились с этим. Четвёртое – это гистологический анализ бетоптата. Ну, научно говоря. То есть, образца ткани. Этот метод проводится с целью дифференциальной диагностики. Для сравнения с меланомой и базальной карциномой. Нет ли этого, чтобы отбросить эту возможность? Пятое – это ангиография. Проверяется сосудистая стенка этого образования. Шестое, если потребуется и врач-специалист настаивает, это компьютерная томография. В редких случаях применяется, не всем будет нужна. Но помните, что быстрый рост опухолей данного типа и разновидностей свидетельствует о онкологических заболеваниях, как правило. Если эти ангиомы являются поражениями участков кожи и не более того, и вы принимаете решение об их удалении различными путями, я расскажу сейчас далее, какими возможно, то помните, этого делать нельзя до полного и глубокого обследования, чтобы не навредить себе. Простые гемангиомы медицинские удалять можно. Лечение ангиомы кожи делится на медикаментозное, в том числе и натуральными средствами, и хирургическое. Хирургия – это лазер, либо криодеструкция, то есть жидким азотом выжиганием, либо электрокоагуляция. Об этом, посоветовавшись с врачом, можно принять решение совместное. После обследования, разумеется. Ну, сразу скажу, что после таких операций я советую мазать область, врачи некоторые говорят, там, спиртом, лучше всего спиртовой настойкой прополиса, 3-4 дня подряд, 2-3 раза в день намазывать ватной ушной палочкой эти области прижигания, скажем, удаления. А затем кремом веселка, 2-3 раза в день, месяц подряд. Идеальный вариант, и не будет точно никаких последствий, негативных, от применения таких методов удаления с применением крема веселка. Кто не знает, скажу, что этот крем обладает противоопухолевыми, противовоспалительными, противораковыми средствами, применяется при меланомах и других кожных проблемах. В идеале, неделя за 2, а лучше за месяц до удаления ангиом, начать принимать маркерный курс, который я рекомендую, вот, грибными лечебными препаратами, басдиальными грибами, которые я подробно рассказываю, как маркерные в моей лекции общие принципы лечения онкологии. Дело не только в онкологии, дело в любых опухолевых процессах, и поскольку комбинация тех грибных препаратов, о которых я там рассказываю, приводит к подавлению любых опухолевых процессов. Так вот, неделя 2, месяц до, и месяц 2, лучше 3, после. Стоит провести этот комплексный маркерный курс. Потому что, напоминаю, все процессы происходят через кровь. Поэтому важно через кровь пронести до каждой клетки организма, в том числе для этих клеток, которые были удалены, но что-то рядом осталось, возможно, чтобы ликвидировать возможные негативные последствия на 100%. Также советую посмотреть мою лекцию по различным кожным проблемам, начиная от различных дерматитов, нейродермитов, псориазов и так далее. Посмотрите мои лекции о печени обязательно. Скажу немного про лечение некоторых видов ангиом небольших, маленьких, народными средствами. Это лечение настоем колонхоя и лечение соком чистотила. Первое колонхоя. Нужно мелко нарезать листья колонхоя, сложить их в баночку, плотно прижав, залить кипятком, ну вернее градусов 80 температуры, таким образом, чтобы вода покрыла все листья доверху. Настоять полдня, иногда потрясывая баночку в тепле, но в темном месте, а потом поставить в холодильник и недельку, пусть это постоит. Потом процедить и протирать ваши образования два раза в день в течение месяца полутора. Второй вариант. Лечение соком чистотила. Либо взять, когда сезон идет, свежие стебли ломать, выделяется капелька желтая сока чистотилы, ей прижигать два-три раза в день. Прижигать так месяц-полтора. Либо второй вариант. Траву и цветки чистотилы измельчить, сложить в баночку, также залить теплой водой, градусов 80. Настоять в прохладном месте сутки, процедить и смазывать ангиомополученным раствором один раз, каждый день, в течение недели, потом сделать перерыв 3-4 дня, потом повторить процедуру, и так 2-3 раза. Но лучше всего вокруг данной ангиомы промазать кокосовым маслом, чтобы не было возможных раздражений соседних участков кожи. Ну, у кого она особенно чувствительная. Ну, а теперь, как обещал в конце, виды ангиом кожи. Простая или капиллярная ангиома, гемангиома, та, о которой я как раз говорил, это образование из капилляров и микрососудов. Она может возникать на поверхности кожи и в слизистых оболочках, и даже во рту, в любых слизистых оболочках. При нажатии на них они могут терять цвет, до белого вплоть. Потом красный цвет восстанавливается. Второе, кавернозная ангиома. Это такие образования над поверхностью кожи. Они не имеют четких краев. Внутри такой ангиомы находятся каверны, заполненные тромбами. Витвистая ангиома, о которой я немного уже говорил, путинообразная. Она состоит из разнотипных сосудов. Гранулема – это образование, характерное для слизистых. А вот относительно поражения сосудов ангиомы делятся на гемангиомы и лимфангиомы. Гемангиомы – это поражение вен, артерий, капилляров. Ну, а лимфангиомы – поражение лимфатических сосудов. Ангиома кожи – это патология, которая требует внимания и осторожности. Диагностику провести я обязательно советую. Вопрос все-таки важный. Ну, а лечение зависит от видов ангиом, симптомов, ну, конечно, и от индивидуальных особенностей, ваших личных пожеланий перед врачом. Те маленькие, кругленькие, блестящие точечки, капиллярные гемангиомы удалять можно, проконсультировавшись с врачом, поняв, что это безопасно, если они вам не нравятся, это можно сделать, а чтобы было абсолютно безопасно, подстрахуйтесь тем методом с применением грибных препаратов и крема снаружи, чтобы у вас никаких проблем даже теоретически впоследствии не было. Итак, дорогие друзья, про красные точечки на теле, которые волновали многих, я, наверное, закрыл вопрос. Как правило, это не опасно. Большинство людей сейчас уже, они есть в той или иной степени в большом маленьком количестве. Как правило, их можно легко удалить. Я бы рекомендовал с помощью жидкого азота. Решать это вы будете с лечащим врачом, со специалистом-драматологом, безусловно. Моим и родственникам, и знакомым часто их удаляли. И проблем осложнений здесь никаких нет, как правило. Но главное знайте, что если мы говорим о красных точечках, и они у вас не размножаются с огромной скоростью, и существуют уже давно, то можете и не волноваться, и жить с ними можно вполне. О причинах вы знаете многих. Устраняйте причины, не допускайте новые. Пусть в вашем рационе питания будет много зелени обязательно, витамины К, это шпинат, брокколи. Важно сделать так, чтобы не было дефицита в важных микроэлементах и витаминах. Собственно, смотрите мои лекции, которые и объясняют, и как правильно питаться, и какие проблемы могут быть с разными питательными веществами, их дефицитом в наши дни. У наших предков таких проблем не было, потому что тогда пища была, во-первых, экологически чистая вся, во-вторых, богатая питательными веществами, а сейчас произошли изменения, самое главное из которых по микроэлементам, эту большую беду, о которой никто, кроме меня, не говорит, так, по крайней мере, как я, я, по крайней мере, этого не слышал. Я советую, если вы захотите понять эту проблему, посмотрите мою лекцию «Лес и почва», и вы поймете, в чем же заключается эта очень важная проблема. Под данным видео я дам рекомендации тех видео и другие ссылки, которые я рекомендую вам посмотреть. Говоря о возможных проблемах печени и еще об одной очень серьезной проблеме, которая приводит к различным заболеваниям, истощению организма, это наличие паразитов, ленточно-круглых, плоских червей, то есть гельминтов. Я говорю о том, что любому человеку два раза в год, уже который год бьюсь над этим, нужно проходить антипаразитарную программу, лучшую, полную, не только где основа, растительные компоненты, тройчатка, там, пижма, полынь, там, а еще и главное вещество хиномоноза, которое получено из грибов лисичка, добывается этот полисахарид, и он убирает из организма, уничтожает даже яйца гельминтов и, естественно, личинок и самих глистов. В комбинации этот набор лучший, что существует. Более того, почему я о нем сейчас говорю, он еще является гепатопротекторным средством, то есть восстанавливает клетки печени. Помните, это месячный курс. На нашем сайте надгар.ру ему можно приобрести, заказать. И еще, я советую дополнительно принимать молотую расторопшу, либо препараты с ней. Если мы говорим о молотой расторопше, то по столовой ложке взрослому человеку три раза в день, начиная с двух третий ложек и потом с горочкой можно даже через месяц перейти, дозу увеличить. Три раза в день запивая теплой водой где-нибудь за час до еды, либо после еды, через час. Если вы так будете делать месяцев 7-8, долго, но зато печень будет как новая. Второй вариант. Дополнительно к антипаразитарной программе уже с первого месяца и последующие 4-5 месяцев я советую принимать два препарата фандетокс и заферан. Эти два препарата полностью сделаны из трав. Продает компания Коралловый клуб. Ссылочка как пройти записаться будет под этим видео так же. Это если вы посчитаете нужным, конечно. Я рекомендую. Если серьезные проблемы с печенью, я советую посмотреть мое видео лечение гепатита А, Б, С, Д и тот курс, который я рекомендую там, пройдите. Никому хуже не будет, только лучше. А уж если есть непосредственно гепатиты, предцирозные состояния, фиброзные состояния и прочие проблемы с печенью, я рекомендую после прохождения антипроизитарного курса пройти именно вот тот курс, который я как раз указываю, рассказываю о котором в лекции лечения гепатита, А, Б, С, Д. Ссылочка также будет под видео. Ну что ж, если эта информация вам понравилась, важна, ставьте лайк, подписывайтесь, если вы еще не подписались на мой YouTube канал, ну и ставьте обязательно тогда колокольчик, тогда вы будете видеть уведомления о выходе моих новых видео, если посчитаете нужным их посмотреть, нажмете и будете смотреть. Ну и делитесь моими видео с вашими друзьями, знакомыми, близкими, ведь и им эта информация очень важна. Ну и на этом все, желаю всем вам, хорошим, честно, порядочным людям, крепкого здоровья и до новых встреч. До свидания.